ой что камера уже снимает ну значит мы вот так ролик и начнем привет друзья я рад приветствовать вас на канале капитан герман и сегодня у нас очень интересная тема для ролика мы берем интервью как вы уже знаете наш друг дима который стал владельцем лодке купидитас мы с ним раньше брали уже интервью он кстати вот сейчас в уголке экрана появится ссылочка на ролик если вы не знакомы посмотрите мы с ним переходили панамский канал кто там кричит постоянно и мешает мне снимать выключите свой мотор так вот что-то мне принято да друзья у меня вот есть такая тарелочка вы видите как все не просто у нас начинается в данном ролике так вот дима перешел на маркезы он вышел из панамы мы его вели по погоде соответственно были с ним все время на связи знаем как у него там что происходило и вот он уже на маркезах и сегодня мы будем брать с ним интервью а теперь давайте сделаем одну маленькую паузу такую небольшую ремарку я вам покажу и расскажу о маршруте которым шел дима из панамы и так выход из панамы панама сити дальше он начал спускаться в сторону голопогос но в данный период времени до голопогос ветер будет дуть прямо в лицо поэтому нужно было выбирать либо идти вниз в эквадор либо идти горизонтально строго на запад и потом уже как ветер поменяется спускаться ветер в дальнейшем после голопогос должен был разворачиваться и маршрут должен был быть в пол ветра на самом деле обычно все идут вниз через маркезы но мы смотрели прогноз погоды именно в данный период времени ветер очень удобно для димы был поэтому было принято решение идти по верху хотя наверху погода не очень хорошая небо будет постоянно затянуто хотя вниз если пойти было бы солнышко но было принято решение идти вверх потому что туда был ветер лучше и скорость выше поэтому дима прошел голопогосы и далее лег на курс по прямой на маркезы и уже собственно на маркезы зашел вот так вот как он шел давайте возвращаться за компьютер и дальше спрашивать и задавать диме вопросы погнали ну что дима как дела ты здесь не здесь нет он таки здесь сергей привет привет подписчики кауха как говорят здесь маркизских островах это же французский от ромер команд да только ты под 90 градусов у меня это же ты сейчас находишься на маркезах да я на маркизах французской полинезии остров ну кухива город то я хая столица маркизских островов считается расскажи пожалуйста то есть так как ты уже поздоровался с людьми которые нас смотрят я так понимаю что у тебя океан пройти получилось может это записано было заранее а почему сзади панама кстати не ну какая помо панама это нет не панама никакого никакого зеленого экрана никакой панама настоящая настоящая французская полинезия все все по-настоящему например на следующей неделе будут выборы президента америки да кстати по поводу новостей байден победил вот поэтому поэтому эту запись не из прошлого дружи давай вернемся к яхтингу ибо есть к тебе несколько вопросов я так ну насколько я знаю переход то у тебя был отличный единственное что это не знают другие люди то есть те которые смотрят твои ролики то понятно они об этом знать будут но давай расскажи на роликах это все больше репортажка а эмоции я хочу вот от тебя услышать как человек который тоже переходил этот океан и другие то есть для меня это намного интереснее скажи пожалуйста вот именно с точки зрения эмоционально вот как оно тебе все зашло переход прошел хорошо особых никаких поломок не было была проблема вот свалом небольшая с гротом но это ты знаешь сам всегда с парусами в таких переходах бывают проблемы особенно с не новыми я прошел получается за 28 дней это расстояние и я так понимаю что это это быстрее чем средний чем среднем люди тратят здесь потому что лодка которая шла со мной она вышла на неделю раньше а пришла позже меня они прошли 42 дня это пару вот немецкая и вторые ребята они пришли на несколько недель раньше но они вышли тоже намного раньше они вообще потратили 71 день на этот переход то есть прикинь 71 день они они в общем поэтому по тихому океану сюда шли почти как контики на плоту я думаю у них скорость была там узла 3 получается средняя но них получается маленькая лодка самодельная какая-то я бы они кстати хочу репортаж сделать показать на чем они вообще путешествует потому что это уникальный случай на мой взгляд не на них лодка наверное маленькая на лодке которые шли вот эта парочка 71 день ну это вообще с ума можно сойти это то же самое что на плоту контики плыли по течению со скоростью сколько там узла 3 наверно там течение вас сильно достаточно вот так же их и несло у меня получилось 28 дней и знаешь если чем ну да да и вот 28 дней если честно но быстро пролетели то есть как-то прям раз 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 и все и я уже 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 скоро подхожу к островам уже последние тысячи миль то есть последние тысячи миль кажется что это уже вообще вот рядом уже надо кранцы вывешивать вот это уже как-то не расстояние уже все дал что такой типа знаешь уже готовишься к швартовки там все как бы чего-то осталось тысячи миль главное не проскочить как бы мимо минуту поэтому эмоционально вот я знаю что допустим такие длинные переходы особенно когда там один идешь появляются там всякие страхи там какие-то там не знаю ты внутри там живешь какую-то свою мозговую жвачку там у тебя знаешь какое-то такое вот состояние когда ты о чем-то думаешь из этого лупа не можешь выйти никак вот что у тебя такое было у меня ты знаешь да у меня же были проблемы сразу через 12 часов у меня отвалился этот втулка которая вал держит вот и я всю дорогу шел без ну да ну просто знаешь когда у тебя нету мотором который ты можешь использовать там случае какой-то там экстренной ситуации все равно как-то ты знаешь да что у тебя есть это неисправность и в общем-то лодка идет только под парусами да и в случае чего то есть ну я думал как я буду в бухту заходить то есть а если там ветра не будет а если там будет встречный ветер там бухты здесь такие же они защищенные и дует здесь непредсказуемо вот поэтому здесь бухта примерно где-то в милю она мили с чем-то в длину вот и заход где-то тоже мили полторы вот со всех сторон бухта очень красивая со всех сторон она окружена горами горы метров по 500 такие прям холмики красивые и эта столица это вот как я говорил тайо хая столица маркирских островов и здесь жизнь есть здесь есть инфраструктура здесь есть большой догад для больших кораблей здесь есть заправка магазинчики банк и все как бы все остальные здания там эти административные для жизни и здесь присутствуют но сейчас из-за ковида видно из-за того что сезон не самый полный в бухте не так много яхт я когда пришел было стояло яхт наверное ну показалось 15 а потом пересчитал было 25 лодок вот постоянно кто-то приходит уходит ну вот примерно такое же количество и держится лет лодок 25 то есть совсем как бы для этой бухты немного ну смотри предварительно вообще маркезы официально закрыты для для яхтинга сейчас для входа вот и чтобы зайти нужно запрашивать разрешение на заход и я через агент отправлял это разрешение его рассматривали две недели по моему есть и больше и потом мне сказали дать можешь зайти и стоять карантин на маркезах а ну кухиво на хиво кстати по моему сейчас захода нет только вот на ну кухиво они в единственную бухту разрешают зайти там это все бумаги написано который тебе присылают по почте потом я когда зашел доложил с аппарацией мне сказали ну все да стой жди будем типа думать что с собой делать в итоге я четыре дня стоял на якоре и потом мне разрешили уже сойти на берег и все сделали чекин дальше уже все как обычно но вот четыре дня я ждал пока они там примут решение по поводу карантина и по поводу того что со мной дальше делать я думал что меня на две недели оставит на карантине ну это бред сумасшедшего но в начале к вида они так делали у них здесь есть бухта соседняя вот который ну не населенная где там дикая бухта и они сначала все лодки отправляли туда на картин который приходили но потом через буквально неделю поняли что это бесполезная фигня и вот и всех стали оформлять уже как положено сразу еще раз возвращаемся к самому самому переходу то что у тебя была вот эта вот техническая неисправность ты постоянно на эту тему как бы думал то есть она такая постоянно где-то у тебя там сзади на за головой висела ну не то что она меня сильно обременял но просто это единственное там о чем я вот так вот думал периодически вот единственное что меня беспокоило из таких из страхов как ты говоришь вот а все остальное было ровно нормально вот да я что-то решил остановиться одну ночь я же тут рыбу все ловил на переходе вот и одну ночь я что-то проснулся ночью я же спал это интервал интервалами вот и проснулся и не могу заснуть никак думаю надо рыбу половить поставил я в ту яхту в дрейф то есть я полностью я остановил под парусами дрейф и стою думаю надо посветить фонариком у меня мощность фонарик есть в воду и как бы половлю кальмара попробую кальмарчик половину стою свечу там всякие эти оказывается знаешь там столько живности в воде ночью плескается всяких там мелких каких-то рыбешек там каких-то не знаю там как ненасекомые какие-то креветки в общем там кого только нету прям такой суп из всяких там живностей и вот я стою свечу в эту штуку там кальмаром что-то ловлю этим рыбкой вернее ловлю кальмара и смотрю у меня на этом на эхолоте этот данные начали появляться там типа 60 метров 40 метров там 30 я что-то так стою знаешь а ночь безлунная да что-то поднимается а ночь абсолютно безлунная ты знаешь вообще глаз выкали то есть вот вообще фонарик включаешь не видно ничего и чё ты знаешь как-то стало жутко я думаю ну нафиг этого кальмара вот пойду я лучше под парусами как-то быстренько раз повернул паруса поставил и с этого места решил уйти что-то мне стало не по себе как-то слушай ну это далеко в океане там знаешь это ты там находишься 2000 километров от ближайшего берега вообще хрен знает где да там вот темно ничего не видно вот мало ли там что может водиться вот поэтому я решил что кальмары я и так поем надо лучше ладь дальше идти слушай еще еще вопросы скажи пожалуйста ну лодка технические проблем не было все окей нет лодка вообще все было ровно но от свалом у меня была проблема и грот у меня порвался это ну год был старый там нитки от ультрафиолета все окончательно выгорели и он пошел и зашелся вот стандартная проблема поэтому у нас собой ты говорил что у тебя еще там окно вывалилась окно да у меня была проблема то есть когда я пошел на галсы переключился на на левом галсе шел у меня окно было постоянно под водой и там прям начала вода сильно поступать через него там видно вплотнитель полностью разошелся уже рассохся и я поэтому его там герметизировал как-то экстренно в этой какой-то называют сикафлексом там все замазал и все стало как бы нормально после этого так прям да я смотрю что прям льется из него вода лодку такс дмитрий смотрите у нас перед тем как ты пришел на маркезы и я у себя на канале задал вопросы людям напишите вопросы к диме я ему вот когда я буду брать интервью я ему их задам и у меня есть 17 17 вопросов из которых ну давай по очереди просто пойдем первое что вы сделали первое по приходу по приходу я начал убираться на лодке вот как ни странно это выглядит потому что в переходе накапливается какой-то знаешь там тут мусор там не знаю там одежда нестиранная там все это разбросано там по лодке я вот по приходу начал все это убирать приводить в порядок лодку мыть и так далее вот первое что я делал так вопрос номер два поменялось ли отношение к яхтингу после перехода ну в целом нет еще больше зависимость появилась то есть не ну поменялось она же может быть поменяться как в одну сторону так и в другую знаешь там типа влюбился вообще насмерть или ненавижу вообще а есть полутона ну вот я говорю что появилась больше прослозависимости от яхтинга вот кого-то такого чувства что все надоело я там все бросаю его точно нет нет не очень понравился переход и я понял что если будет возможности а еще не понравилось но это к нам в тихий уже потом я понял что это в принципе легко и несложно там наш 28 дней там ну тот же месяц в океане если надо пройти как бы ну пожалуйста без проблем не не конечно это не то чтобы там прямо невозможно мое мнение что для того чтобы долго быть в офшоре нужно просто правильная подготовка и вот кстати следующий вопрос что нужно было бы сделать заранее чего ты не сделал чего бы я не здесь чего я не сделал да вроде я знаешь я ко всему подготовился поэтому ничего такого нету чтобы я например в следующий раз еще дополнительно сделаю единственное но с парусами у меня паруса порвались но каждый раз новые паруса иметь в комплекте это тоже не получится поэтому да нет я думаю я все правильно сделал и ни о чем не жалею у нас на самом деле практически в каждом переходе рвались паруса и мы решили то есть но тут без вариантов единственное что когда вот мы пошили тогда на маврикии вот просто прострочили до средиземки мы их вообще пальцем не трогали ну там просто хорошо сделали ладно идем дальше какой должен быть режим сна комфортный если ты идешь в команде то по восемь часов спать а когда идешь один то как получается по поводу сна следующий момент здесь есть стандартная практика 20 минут до 20 минут спишь потом просыпаешься смотришь вокруг и дальше продолжаешь спать но это считается но максимум но для океана иногда это можно ну да это максимально безопасно но если в океане нету встречки никакой и считается максимально безопасно то есть вот так-то гарантированно там никто не успеет тебе подойти и в тебя врезать вот это считается вот но здесь дальше кто как кто как не боится а я там бывало спал по паре часов потому что уже хочется спать и уже как-то без разницы там ну и ты понимаешь что в целом опасности никакой нету кораблей там три дня не видел ну пожалуйста поспал там пару часов проснулся посмотрел опять никого нету опять спишь не но если ты идешь вне маршрутов основных то тогда встретить кого-то это крайне маловероятно может там рыбак какой-то будет пьяный но это это крайне маловероятно то есть очень низкий процент ну смотря опять же где идешь ладно идем дальше чем ты занимался один в океане знаешь у меня очень много дальше у меня очень много времени в океане заняло именно съемка и монтирование роликов вот тут реально много помимо этого помимо стандартных вещей там работа с парусами там прокладывание маршрута который в принципе немного времени занимают в океане особенно там идешь на одном галсе и сидел смотрел сериалы книжки читал все стандартно я там прочитал все книжки которые я хотел просмотрел сериалов несколько прям нет нет я читал не успел я прочитал то что у меня было свои как бы с качественной книги вот до твоих я еще не добрался но у меня еще вот переход будет поэтому мне еще нужны как раз калифорникейш на весь посмотрел да прям знаешь особенно 7 сезонов там за один раз конечно это непросто но только в тихом не в тихом переходе мне кажется это можно сделать ну конечно нам по прямой идешь просто там через две недели поменялся или или не поменялся до книжки читал все стандартно я там прочитал все книжки которые я хотел просмотрел сериалов несколько прям нет нет я читал не успел я прочитал то что у меня было свои как бы с качественной книги вот до твоих я еще не добрался но у меня еще вот переход будет поэтому мне еще нужны калифорникейш он посмотрел калифорникейш на весь посмотрел да прям знаешь особенно 7 сезонов там за один раз конечно это непросто но только в тихом не в тихом переходе мне кажется это можно сделать так дальше что было самое тяжелое в переходе ну вот через две недели где-то вот третья неделя она была самая тяжелая с точки зрения того что нужно себя чем-то занять да то есть начинается уже какая-то скука уже делать нечего там вот и третья неделя это вот борьба с этой скукой потому что 4 когда уже я шел к острову там уже ну ты идешь к острову и уже как знаешь веселее вот а именно третья неделя была самой тяжелой с точки зрения именно занять себя что-то делать и как-то время убить ну и сразу с этим идет об от меня попутный вопрос ты говорил что у тебя были там какие-то вопросы со здоровьем ну я имею ввиду не болезнь а именно просто за счет гиподинамии расскажи пожалуйста ну в переходе с вами в приходе ты получается большую часть времени все-таки сидишь или лежишь там конечно там я стоял там что-то приседал там какие-то упражнения делал но в основном ты большую часть времени ты либо сидишь либо стоишь ну и плюс тебя постоянно от качки все равно тебя в разные стороны качают тебя как-то вот эти там есть микро сокращение мышц и так далее я на самом деле что почувствовал вот где-то уже наверно концу перехода там четвертую неделю у меня ноги сводило да то есть когда начинаешь стоит ты понимаешь что не можешь долго стоять то есть стоишь и у тебя начинаются такие как бы покалывания в ногах вот это прошло все моментально поставки на сушу вышел и там пару дней провел на суше а вот в море была такая вот типа как ты представлял себе переход до и чем это отличается уже по факту потому что ну это реально прикольный вопрос потому как это у тебя такой длинный офшорный переход хоть ты шел на панаму долго но тем не менее то есть вот именно до и после ожидания реальность ну сильно он от ожидания не отличался немножко сложно представить именно вот сколько дни ты будешь проводить да то есть одно дело куда там пошел и пошел в океан думаешь ну подумаешь там четыре недели там проведу но когда-то вот изоляция когда вот это вот одиночество там и так далее вот это немножко все-таки сложнее чем это представляется изначально она там в процентах насколько отличалась 105 я думаю что ну где-то на 50 процентов понял понял услышал меня просто связь прерывается немножко так далее рыбалка в тихом но я так понимаю что это будет у тебя в ролике но вообще просто резюмируй кратко вот по поводу рыбалки ну вообще рыба есть ловил не ловил много немного мало я все время ловил рыбу и очень много и ел у меня до сих пор замороженные есть махи махи который я поймал перед уже приходом на маркистские острова но я могу сказать что вот здесь кстати ожидания от реальности они отличались потому что я думал что будет клевать везде и всегда а в итоге есть места где вообще рыбы такое впечатление что нету то есть бывали места где прям несколько дней идешь и знаешь никаких признаков нету рыбы нигде вот это вот кстати ожидания от реальности отличалась сильно чего не хватало что лишнее не хватало ну не знаю там забыл взять с собой в море презервативы например их тебе вот не хватало капец не хватало не хватало интернета не хватало бы был вообще интернет можно было бы из океана вообще не вылезать также так и жить там но из того что ты готовился там в то что ты с собой взял в лодку все было подготовлено правильно дал больше у меня я пришел у меня еще курица осталось замороженная фарш замороженный у меня столько продуктов осталось которые я не употребил вот ну из-за того что я рыбу ловил много я в основном питался рыбой того то что ловил а вот то что с собой взял знаешь она я взял гораздо больше чем нужно потому что я готовился к худшему это не чтоб потом не сидеть какие-то тухлые консервы блин там есть которые вот-вот уже там в морской воде блин раскисли не 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 лучше выбросить потом по приходу чем сидеть и бамбук грызть ну да я тоже так думаю у меня консервы я консервы вообще не притрагивался почти у меня их еще осталось тут мне кажется на полгода я фанами закупился воды у меня тоже больше чем достаточно до сих пор пью воду пресную который у меня перед переходом который запас до панамскую водичку у меня еще много ее а что еще нужно вода пока да тут как кстати тут с водой я пока не знаю где набирать воду в больших количествах пресс мне сказали здесь вода которая на причале ее пить нельзя но лучше не пить но надо писать бутылированную воду просто здесь вообще в магазине все безумно дорого и написать сколько стоит бутылированная вода если запасать на переход под наш но если можно налить то почему не налить не естественно но я думаю что это не получится потому что одну по качеству воды могут быть вопросы вообще в тихом в этом плане ну не сильно просто так ладно как вела себя лодка лодка вела себя очень хорошо прям знаешь мне понравилось как она идет под курсами вот она шла быстро ровно и вообще не требовал практически никакого внимания плане того что знаешь курс держался как нужно она там не лежала на руле была там сбалансирована там и все в этом плане хорошо было поэтому лодка я доволен но вопрос она же она реально небольшого размера то есть просто для больших офшорных переходов но это как бы я считаю минимальный размер который ну в принципе вот на минимальном лимите были были ли с этим какие-то ограничения или какие-то дискомфорты или нет такой большой размер в основном влияет когда плохую погода у меня погода была все время хорошая поэтому шторм я на ней не попадал поэтому слава богу поэтому 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 я сказать не могу вот так знаешь я же шел у меня вода была практически ровная вода волна была там два с половиной метра максимальная причем она была очень длинная и здесь размер то он только на скорость влияет какой момент тяжелый неожиданный космический было ли что-то вот такое знаешь что такое прямо вау причем в любой из этих там вау тяжело вау сюрприз там не знаю клюнула рыба там у оторвал от ранец или там вау космические когда тебе там русалки прилетели у меня заход был феерический на остров когда я на нуку хиво заходил тут очень много дельфинов вокруг и прям просто и я первый раз видел именно такое количество их ну штук 50 наверно точно если не больше они они мелкие да но ты смотришь вот во все стороны во всех у тебя вокруг лодки дельфины 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 и они там прыгают там туда-сюда короче плавают вот прошел дождик небольшой и вход в бухту у меня прям радуга такая знаешь была и сами острова вот если честно вот больше всего меня в переходе поразили именно острова когда к ним подходишь они безумно красивые я подходил ну это же вулканические острова конечно они очень красивые это же как муана мультик прямо знаешь я когда подходил меня прям вот аж передернуло то вот в хорошем плане этот от всего этого вида красоты этих островов они видны издалека их видно там с расстояния 30 миль примерно потому что они высокие они там 800 метров по у вершины здесь на ноку хиво и поэтому да это не приближаешься вот много часов все эти все эти много часов меня эти дельфины сопровождали вот и там было очень такое настроение хорошее то что ты наконец-то дошел там до острова то у тебя эта эйфория когда-то возвращаешься поэтому вот это было самое наверное такое яркое впечатление но еще яркое впечатление у меня было я же этих видел pilot whales как они там называются не гринды гринды да это по a pilot whales короче они получаются дельфины но черный дельфиновый еще тоже называют он размером примерно как пол косатки они до трех тонн вырастают они просто неожиданно появились я слышал звук какой-то и высокий выхожу на в кокпит и здесь меня рядом с кокпитом прям там в трех метрах выпрыгивает вот эта вот штука этот этот вот гринда это и вот это тоже было класс класс отлично это их же с русалками путали раньше а с русалками всех путали и морских коров путали с русалками всех с плавниками идем дальше распорядок дня распорядок дня у меня был четкий я вставал с рассветом ну как вставал я переставал спать я спал интервалами вот с рассветом все я полностью вставал уже делал завтрак там занимался навигацией там ким своими делами тоже обед всегда по расписанию и уже с заходом солнца с закатом я тоже начинал спать то есть у меня первый вот сон был после заката так какие системы оповещения ты использовал во время ну то есть там не знаю а и сука в этом меня из 16 канал у меня был включенный то есть ты делал ему это оповещение пересекающихся курсов теперь да или нет или ты просто шел да да и а из а из а из а из а ларм у меня был на максимум то есть это 10 миль теперь и и так эти себе 30 минут уголе встречных судов было нет судов встречных не было практически особенно когда я вышел из панамского залива там вообще никого не было пару лодок видел это вдалеке там милях 25 в 30 то есть они там где-то на аисе мелькали чуть-чуть и все тихом никого сейчас нету но вообще в тихом мало лодок а сейчас в связи с этим к видом скорее всего еще меньше стало поэтому нет спокойно все было ни с кем не расходился шел своим курсом так ну и последний сложно ли без девушки столько находиться самому этот вопрос на самом деле очень много людей спрашивали то есть я обычно такие вопросы ну как бы игнорирую но вот в данном вопросе большое количество людей задавала этот вопрос и я его решил тебе задать ну ты знаешь с девушками всегда проще и веселее и и лучше и не только в море и не только в офшорном переходе в офшорном особенно я думаю поэтому конечно одному одному в этом плане сложнее я тех всех круизеров которых здесь встречал в основном все путешествуют парами то есть от самый стандартный такой экипаж либо супруги либо просто парень с девушкой не но это должен быть человек из из общих интересов то есть если это будет человек которому это чуждо это будет дичь полная да конечно конечно должен на одной волне быть и разумеется девушка должна любить яхтинг и для нее не должны доставлять негативные эмоции те лишения которые с яхтингом связаны потому что все-таки там и качка и крена и какие-то бытовые ограничения это не пятизвездочный отель и у меня вот например яхта это не самая роскошная яхта поэтому да то есть конечно человек должен быть подготовленный и должен понимать на что он идет самое главное чтобы не выносила мозг если будет вносить мозг то то лучше идти одному лучше идти одному спокойней безопасней ну ты понимаешь что напряжение качка это буквально несколько дней но у любого человека пройдет но вот по поводу лишения ограничений да ты здесь абсолютно прав я про морскую болезнь ролик делал там же может быть еще момент не из-за того что ей было плохо и она там у нее это морская болезнь была из-за того что она просто пропустила тот момент когда надо есть и потом это блин просто будет таким в пике в одну сторону дорога и с этим уже ничего сделать нельзя пока ты не остановишься там это может быть не в качке дела а просто в отсутствии необходимых элементов в организме но я сделаю ссылку на ролик вверху то есть можно будет посмотреть кому интересно так дима на этом у меня вопросов больше нету жму тебе виртуально руку ты огромный молодец и естественно друзья мои мы будем с димой постоянно на связи и в тихом это наша будет в дальнейшем общая акватория индо пасифик это то место где мы будем и где мы с димой я надеюсь проведем еще не одну неделю времени вместе бортами попивая каву на фиджи и прочее и терпя прочее лишения яхтин и так ссылочка с трудом перенося да 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 эти кавы бары кавы навануату дима жму тебе руку ссылочку на канал вот сейчас вы видите все ссылки в описании на все ролики дима я тоже в описании даю ссылку и на этом мы наш ролик подводим концу и ну вот давай ты еще скажи пару слов и лайки подписки колоколы и прочее пока подписчики пока сергей рад тебя был видеть слышать надеюсь скоро увидимся в тихом надеюсь к и закончится и вы наконец-то сюда перейдете жду вас по поводу перехода у меня на канале выходят ролики подробные из перехода там я рассказываю как что было кого ловил кого встречал по пути что у меня ломалась и прочие нюансы быта перехода поэтому подписывайтесь смотрите а если есть кого-то вопросы можете писать под видео но под видео я не всегда вижу поэтому лучше подключайтесь к моему телеграм-каналу и к моей группе в телеграме там я всегда когда на суше я всегда онлайн и стараюсь всем ответить поэтому подключайте сюда задавайте вопросы я обязательно вам отвечу ну все пока будем тогда такие планы строить все друзья подписываемся на мой канал на канал димы лайки и комменты задавайте вопросы дима под этим видео тоже будет вам на все отвечать и на следующей неделе мы уже с вами встретимся для тех кто смотрит меня на английском языке напоминаю капитан герман эксплорин мы запускаем более активное у нас раз неделю будут новые видосы там мы будем разделять контент англоязычный там интервью с англоязычными яхтменами и вот интервью на русском языке будет у нас на этом канале все до встречи пока обнимаю вас байбай